здравствуйте дорогие друзья с вами фирма петерсон и я эдвард петер и сегодня мы с вами стартуем небольшой практический курс мы назвали photoshop для начинателей продолжатели у нас есть почему вы не сделали начинателей смысл и этого курса в том что у нас есть photoshop для предметной фотографии там основы самые основы я уверен что вы их уже прошли или сейчас в ближайшем будущем пройдете потому что вам будет трудно нам следовать даже для новичков нужны какие-то навыки и вот те 10 заданий 10 тем которые я прошел там и маски там и тени там и выделение так далее их надо будет или пройти заново воскресить в памяти того что не знали или действительно так и шаг за шагом просмотреть и потом вот приступить практическим занятиям мы с вами будем тренироваться как своем фильме в одном на кошечках вернее на собачках почему ну потому что я как раз сейчас занимаюсь тем что для остоков готовлю собачек и мне надо там из многих фотографий которые до этого делал сделать нечто такое чтобы пригодилось нам для продажи в год собаки и сейчас мы это и начнем делать я буду это медленно делать я буду это короткими сериями короткие видео буду делать и он по сути дела разжевывать чтобы не возникало никаких вопросов но если вопрос все таки возникнут вы можете в комментариях задать какой-то вопрос и в следующем видео я постараюсь на него ответить сейчас мы начнем самого-самого простого я открыл русский photoshop чтобы вам было проще и буду увеличивать те моменты где у нас потребуется видеть что же я нажимаю и вдобавок я попробую еще клавиши говорить вам какие клавиши я использую окей ну тогда начнем тренироваться мы с вами дорогие друзья будем вот на этой собачке первое что нужно всегда обращать внимание если вы собираетесь грузить на стоке то посмотреть сначала величину это очень важно потому что надо как минимум размер разображение посмотреть вот у меня четыре тысячи триста шестьдесят восемь на две тысячи девятьсот девятнадцать да это уже хорошо то есть нам надо как минимум две тысячи на две тысячи по стороне минимум иначе не примут так но также не будут принимать если у вас очень много места вот вы видите сколько места слева справа это не нужно поэтому первое что мы сделаем мы возьмем инструмент прямоугольная область нажмем shift и выделим вот так пример квадратик сделаем потому что по краям нам не нужно так пойдем в изображение и скажем кадрировать от кадрировали теперь контрол д убираем выделение все выделения нет дальше смотрим изображение и сможет теперь размер холста две тысячи восемьсот шестьдесят на две тысячи восемьсот шестьдесят на можно конечно взять пипеточку и вот здесь поискать и мы видим отклонение вот в инфу мы видим отклонение от белого фона особенно здесь да то есть у нас должно быть с вами белый фон 255 да у нас такого значения нет как вы видите вот я вожу кругом до его нет но проще всего я делаю попроще я стою на стоя место и нажимаю правую кнопку мыши он мне показываешь у нас сейчас градация серого черного и заказная выбор иного цвета мы можем нажать выбор иного цвета выбрать белый самый простой это вот закинуть туда просто этот кружочек и получается чисто белый видите 255 255 250 скажем окей и вот теперь я думаю что вам будет видно что у нас естественно мы видим четко что у нас совсем не белое здесь поэтому для быстрого улучшение этой работы мы сейчас пойдем с вами в коррекцию и возьмем вот эту пипеточку точка белая точка белая найдем точка белая и скажем что вот здесь ищите на картинке поближе к собачке поближе к собачке даже если я снимал на белом фоне то вы видите все равно идет не совсем точно белым так всегда бывает не расстраивайтесь так поэтому мы вот сейчас сюда и кликнем мне это так вы можете переборщить да поэтому не надо это делать ищите себе беленькую вот такой допустим да и вы видите что остались вот углы вот здесь теперь создаем новый слой сверху вот так и берем белую кисточку и просто-дапросто начинаем убирать те темные места где нам они не нужны почему я говорю на новом слой то смотрите вот я сейчас случайно задел это если бы у нас это было на одном слое то все пришлось бы переделывать или делать шаги назад а тут мы просто-напросто сейчас подключим маску возьмем черную кисточку черную краску кисточку и нарисуем это обратно я не объясняю маски почему потому что вы должны их пройти там в том самом начальном курсе я сейчас просто показываю как ими пользоваться так теперь еще раз можем проверить взять пипеточку и пойти посмотреть допустим так эти можно тоже свести вместе контроле слои возьмем пипеточку видим что у нас 255 как так я поближе сейчас возьму это инфу вот сюда поставлю да и мы начинаем вводить и мы видим 255 здесь естественно нет потому что здесь у нас тень все нормально я не хочу чтобы без тени было и вот таким образом мы с первой задачи с вами справились с чем я вас и поздравляю то есть теперь мы можем вернуть на место кликнуть в пустое пространство правой кнопкой мыши и сказать градация серая все теперь мы сто процентов уверены что это у нас кругом белый ни один спектр не придерется далее давайте мы скопируем этот слой то есть мы вот сейчас пойдем потянем вниз на новый да и получаем новый слой копия или это можно сделать с клавишами control й вот так и оставаясь на этом слое мы пойдем с вами фильтр другое и возьмем цветовой контраст казалось бы зачем нам это нужно дело в том что при помощи вот этого трюка создается так возьмем допустим для большого изображения можно 1 3 1 2 пиццеля вот и мы видим что наша собачка чуть-чуть там проявляется сейчас посмотрим вот ведь она чуть-чуть проявляется вот так больше нам не нужно это замена наведение резкости но во многих случаях наведение резкости становится инспектору заметно а вот этот способ он позволяет более мягко это делать теперь мы сделаем способ наложения перекрытия смотрим видите он чуть-чуть вот добавил но в то же время нет таких ужасных артефактов когда если бы мы это делали просто увеличение резкости так мы теперь тоже можем соединить и и картинка у нас готова можем сохранять первое занятие на этом закончено и и Субтитры подогнал «Симон»!